Знаковым событием недели стало удорожание для пещеры ее военной авантюры в Украине. Во-первых, случилось то, что ожидали давно. Мосбиржа попала под санкции. Своеобразный подарок от Байдена и Минфина США был преподнесен под занавес Дня России, когда разгоряченные расисты пели и плясали на Красной площади. Во-вторых, страны Большой Семерки договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов в счет будущего погашения доходами от замороженных активов пещеры. Пацанву заставляют платить за войну втридорога из собственного кармана. При этом наличие у Кремля денег вовсе не означает то, что на них удастся что-то приобрести. Иностранные банки все чаще отказывают проводить схематозные операции, а Моспацанбиржа теперь вынужденно перешла на юань как основную валюту с непредсказуемыми последствиями. Подписанное Байденом и Зеленским десятилетнее соглашение о безопасности проводит линию политики администрации США к горизонту после Байдена. Хотя тот же Трамп в случае возвращения в Белый дом теоретически может выйти из соглашения, но с репутационными потерями для Вашингтона. Саммит Большой Семерки предъявил миру единство лидеров, которые за кулисами прощались друг с другом. Ведь это была их последняя встреча в привычном составе. Выборы в Европарламент уже внесли свои коррективы. Электоральный цикл уже запущен в Британии и Франции. А осенью выборов ждут в Японии и США. А пещера в это время дышит перегаром войны. В ответ на новый виток санкций возбудился Медведев, который призвал открыть террористический фронт на Западе. Но пока родная авиация нечаянно бомбит собственные территории, за 4 месяца уронив на пещеру более 90 бомб. Путин, судя по разрозненным сообщениям, уже орет матом на Белоусова и Герасимова, требуя от них активизации наступления. И стоило пляшивому в четверг потребовать от науки собраться в кулак, как тут же в Москве воспылало конструкторское бюро Сухого. Ночью в Ростовской области десятки украинских дронов атаковали военный аэродром Морозовска и нефтебазу в Воронежской области. Война отскочила по родным болотам. Рашистские военкоры, встретившись с Белоусовым, разочарованы. Вместо реинкарнации Суворова перед ними предстал сухой аудиторский прыщ. В нарукавниках ни черта не смыслящий в военном деле. И это в самый разгар войны, которую сами же и начали. Стабильность ежедневных потерь по тысяче, а то и по полторы голов навевают печальные мысли о плановой кабзанизации скотобазы. Единственное, что остается, шатать европейскую стабильность и пытаться обнулить саммит в Швейцарии, на который уже не едут Китай и Саудовская Аравия, Бразилия и Эмираты. Пекин лоббирует проведение другой конференции, на которой присутствовала бы Россия. Кремль пытается легализовать себя на международной арене, навязывая свои интересы Западу. Но вряд ли с Путиным кто-то сядет за стол переговоров. Он прокаженный, а система вполне может пойти по шаблону Карибского кризиса. Доведет ситуацию до последней черты, после чего отскочит и переобуется, сменив портреты. Сбросит ястребиные перья и воспарит нежным голубем мира. Правда, для этого придется реально пустить под нож всю нынешнюю путлоэлиту, включая детей и других родственников. Не для того ли столь молниеносно построили свежую башню госсовета с Дюминым во главе, чтобы выдвинуть ее как преемницу обновленной системы. С навешиванием всех собак на бонз путинского режима. И ритуальным освобождением из зон белых голубей политзеков. Со стоном облегчения и восхищения. Никогда такой оттепели не было. И вот опять. Впрочем, до этого еще далеко. Запад должен еще довооружить Украину. А если и этого будет недостаточно, то и вступить в войну на ее территории. В этом случае украинцам, не желающим сегодня воевать, придется смириться с тем, что она будет обязана своим освобождением другим странам. А это значит, что внешнее управление на переходный период станет неизбежным. И для Украины это даже хорошо. Период восстановления переформатирует страну в современную и цивилизованную с постепенным замещением постсоветского менталитета европейским. Сегодня это скрыто за дымовой завесой войны. Но после того, как союзники возьмут инициативу на себя, сценарий поражения пещеры станет гораздо жестче. Европейские политики все больше радикализируются. И даже возможное возвращение Трампа уже ничего не изменит. Система в России начала это понимать. Особенно после того, как дедушка Байден больно ударил ее по карманам. Теперь ее задача отпетлять от капитуляции. Даже если Путина придется жестко вернуть с неба на землю, как год назад Пригожина. От зоновских глубинариев давно ничего не зависит. Сказано, что Путин бог, значит бог. А если скажут, что лох, так тому и быть. И Плешивого проклянут, и на колени встанут, и пожрать у Запада опять попросят. Выставят перед собой изможденную совесть Карамурзы, и скорчат страдальческую гримасу истощенной мордочкой Яшина. Если, конечно, Плеш-крыса не опередит, и именем Путла-матери не приколотит пацанву ядерным дюбелем к родным заборам. Субтитры создавал DimaTorzok